Кто из нас, жители России, сможет ответить на простой вопрос? Какая цель у нашей страны? Этот вопрос я задавал разным людям, и к моему глубокому сожалению, четкого ответа на него нет. Это что получается? Страна есть, народ есть, а цели, объединяющие людей, нет. Наши бабушки, дедушки, отцы, матери стремились к коммунизму. А мы, россияне, к чему сейчас стремимся? Где-то цель, которая объединит наши действия и усилия для процветания нашей страны. Во всем мире нет выше цели, чем сделать свою страну любимой всеми. Пусть картины будущей реальности вызовут искреннюю гордость за нашу страну, которую будут любить как ее жители, так и жители всех стран. Заявляя наивысшую цель, мы должны понимать, какую ответственность мы берем за наши действия и поступки перед всем миром. Я иду на выборы мэра города Новосибирска под лозунгом «Каждый житель – улучшитель». В первую очередь я обращаюсь ко всем отцам России. Наступит день, и все отцы поймут, что лишь они за мир в ответе, в котором дети их живут. Цитата из книг «Звенящие кедры России» автора Владимира Мегре. Отцы, давайте возьмем все в свои руки, наведем порядок в стране для счастливого будущего наших детей и всех людей. Токарев Андрей Александрович – индивидуальный предприниматель. Выдвинут от партии родная партия. Сейчас очень много законов, которые принимаются у нас в стране, они какие-то то что-то отнимают у людей, то ограничивают в чем-то. То есть нет таких законов, которые вот что-то позволяют людям. И вот родная партия предлагает принять общероссийский закон, который позволит каждому желающему гражданину взять безвозмездно участок размером от одного гектара земли для обустройства на нем родового поместья. Данную землю нельзя будет продать, нельзя подарить, только передать по наследству. Поэтому и называется родовое поместье. Там, где вы по своему месту сможете собрать свой род, своих родственников, детей, внуков, правнуков и посадить родовое дерево, которое будет напоминать у вас через 200-300 лет вашим потомкам. Потому что вы для них закладываете вот это пространство, где им будет находиться комфортно. Мечта очень простая, чтобы у каждого человека была своя родина, свой маленький цветущий рай, в котором он бог, а жена его богиня и дети боги. Вот, и по соседству живут такие же царства-государства родовые поместья, и мы с друг другом общались на равных. Когда твоя родина цветет, когда у тебя есть добротный, уютный дом, когда вокруг тебя друзья живут, когда ты можешь опереться, когда у тебя есть дело свое. Эти вот люди, они пожили в родовых поместьях, поняли, что надо как-то этот мир шевелить. Идея такая, она витала в воздухе, у всех витала, она созрела, и дальше будет больше. Я, Токарев Александр Степанович, полковник в отставке Министерства обороны Российской Федерации, ветеран боевых действий в Афганистане и Чечне, отец кандидата в мэры города Новосибирска, Токарева Андрея Александровича. На мою военную службу, на юность моих сыновей выпали лихие девяностые годы. ГКЧП, расстрел народного парламента, развал, раздрай государства, народа и армии. Годы тяжелые, на коммунистов боевых, их семьи и детей шла боевая военная травля. Унижали в званиях, в должностях, гнали метлою из армии без жилья и пенсионного обеспечения. Я в чине полковника получал тогда военную зарплату меньше, чем водитель городского троллейбуса. Да и то ее не выплачивали по 4-6 месяцев. Служили, не прислуживались, крутились как могли, без денег жилья выживали. Несмотря на все трудности, которые выпали на мою военную семью, горжусь воспитанием своих сыновей. Андрей ведет здоровый образ жизни, занимается семьей, воспитанием дочери Богданочки, спортом, привлекая к занятиям молодежь. Организует спортивные соревнования, много работает над собой. Является автором четырех книг о силе слова русского языка. Обращаюсь ко всем жителям сибирской столицы, военнослужащим российской армии, ветеранам военной службы и боевых действий. Поддержите кандидатуру моего сына на выборах в мэры Новосибирска. Его призвание такое же, как у меня, служить России и ее великому народу. Я Токарев Андрей, кандидат на должность мэра города Новосибирска. Считаю, основная проблема в нашем городе – это дороговизна приобретения жилья. Молодым семьям очень трудно приобрести жилье в нашем городе. Единственный вариант, который предлагает на данный момент правительство – это ипотечное кредитование. Но многие из нас понимают, что ипотечное кредитование – это кабала, в которую затягивает молодежь, и из которой очень трудно выбраться. Дело в том, что сегодня человек может работать на успешной работе, хорошо получать, а завтра его сократили, и ему некуда податься, чтобы заработать деньги на ипотеку. И в итоге человек остается и без жилья, и без работы. И еще может пострадать семья, дети. Я считаю, что должны быть альтернативные варианты для приобретения жилой площади. Как я вижу выход из данной ситуации. Когда проводили опрос у россиян, где бы они хотели жить – в городских квартирах или в своем доме за городом, 65% людей ответили, что хотят жить в своем доме за городом. И для этих людей нужно выделить в Новосибирской области землю для того, чтобы они могли построить свой дом, облагородить участок и жить на родной земле. По данным 2019 года, Новосибирская область пустует и зарастает бурьяном 2 миллиона гектаров. Я предлагаю следующий вариант – выдавать желающим людям за городом землю и делать народные жилищные кооперативы, строительные, для того, чтобы люди могли сэкономить на строительстве жилья. Как я это вижу? Люди, которые будут жить в этом поселке, объединяются в строительные бригады и под контролем четким строителей и профессионалов начинают возводить дома в поселке. Эти дома будут качественные, потому что строители и профессионалы будут следить за выполнением работ. Эти дома будут качественные, потому что люди будут строить дома для себя, для своих соседей. И когда ты с будущим соседом плечо к плечу строишь дома, ты с ним подружишься, и на всю жизнь будете верными друзьями и хорошими соседями. И будущие эти поселки с верными друзьями и хорошими соседями, с людьми, которые сами построили себе жилье, будут процветать, процветать во благо России. На века мы сотворяем это пространство любви. Когда все люди нашей необъятной страны возьмут ответственность за счастливое будущее наших детей на себя и подарят им культурную прекрасную жизнь в родовом поместье, вся страна предстанет одним цветущим садом. Когда мы сотворим пространство любви для наших детей, зависит только от нас. Дети должны рождаться и жить в райском саду, сотворенном в порыве любви родителями. Голосуйте за культурное счастливое будущее нашей страны. Голосуйте за родную партию. Люди высказались за то, что хотят жить за городом на своей земле. Я думаю, что у нас в городе найдется достаточно людей. И области нашей, это будет тоже нужны эти горожане, которые возьмут ответственность за участки земли, которые заросшие сейчас, и создадут там нечто прекрасное. Андрей Александрович, расскажите, пожалуйста, вы человек более занятый, так скажем, бизнесом. Как вам пришла такая мысль пойти на выборы и зачем вам вообще это нужно? Я вас, наверное, удивлю, Дарья Александровна, к бизнесу отношения никакого не имею на данный момент. Я простой водитель такси. Просто я зарегистрирован как индивидуальный предприниматель такси. У меня есть лицензия, и я по всем, как говорится, правилам и законам перевожу наших горожан, кого в школу с утра, кого в больницу. И это дает мне возможность видеть проблемы изнутри, общаться непосредственно вживую с горожанами и слышать, что их волнует в первую очередь. И я очень благодарен моим пассажирам такси, которые мне искренне делятся. И причем не просто делятся проблемой, а предлагают еще какие-то решения, как они видят эту проблему. И я это все беру под карандаш, анализирую и решил идти на выборы мэра для того, чтобы что-то начать делать. Чтобы мне потом не было стыдно, когда я буду стариком перед своими детьми, внуками, что я ничего не сделал. То есть этот шаг в политику, я считаю, что уже важным делом для того, чтобы приносить порядок в нашу страну, в наш город. Разными кандидатами, а я такой простой, водитель такси городской, но тоже кандидат. И буду очень рад, когда честной народ меня изберет. Призвание во мне служить родной стране, и каждому из вам тот голос мой отдал. Призвание во мне служить родной стране, и каждому из вам тот голос мой отдал. На своей земле можно с легкостью завести многодетную семью, потому что в своем доме больше места, больше пространства и возможностей. На своей земле можно вырастить натуральные продукты, свежие, которые полезны для здоровья детей. В городе, к сожалению, очень много проблем для создания многодетной семьи. И вот когда люди начнут сами для себя строить дома в этих поселках, тем самым они сэкономят на работе и уменьшится стоимость квадратного метра. Также я считаю, что государство должно помочь этим людям, которые сами для себя строят жилье. Тот лес, который эшелонами вывозится в Китай, нужно перенаправить внутрь страны. И предоставить как строительный материал для желающих выехать из города на свою родную землю и построить дом. Этот лес, этот материал должен людям обходиться по себестоимости. То есть в цену леса должно входить стоимость самого леса, заготовки леса и транспортные услуги. Данный вариант, который я предлагаю, он, конечно, не выгоден крупным строительным компаниям, которые намерены застроить наш город точечной застройкой и продавать в 3-другую квартиру в ипотеку людям. Я думаю, в первую очередь, не о доходе, а о будущем нашей страны. Потому что только живя на земле, люди смогут обзавестись своими семьями. Эти семьи у многих будут многодетными. Наш кандидат.